Будем слушать. И как бы тоже похожая история, то есть из своего мира, где приступы, где тяжести, где страхи, где не может одна дома остаться, не может на улице выйти, то есть может всегда вместе с ней, то есть даже за продуктами, где он выскочил, знаешь, и все, потому что у меня приступы. Страх такой, да, паника? Да, да, да. Из этого мира, то есть человек просто потихонечку уходит, ну, выходит, да. Вот, ну, я не хочу в реальность, не в царство. Вот, в реальность это, ну, учти эмоционально на том тоже. Это к тому, сейчас размышляем, что, значит, вот вспомнил фильм этот, вот, куда приводят мечты, вот что, значит, вот и рай, и ад, человек действительно еще вот формирует вот своим мышлением, вот и здесь еще вот, и порой находятся еще на земле, да, как говорится, да, но в таком аду, буквально, вот своего, вот, как будто, не знаю, самоосуждение, вот, там, значит, там, как бы, вот этих комплексов каких-то страхов каких-то своих, а Бог выводит в рай, в царство, вот, вот, и это порой путь, на самом деле, такой, очень непростой, а у кого-то прям быстро происходит. Ну, да, не важно, как оно происходит, пусть, путь есть путь. У меня самого где-то до полтора года, до шести просто было после того, как макарился. Ага. И жил одной мыслью, ну, умру, пойду к Иисусу, все хорошо. Ага. Понимаешь? Потихоньку, потихоньку начал понимать, что Иисус не хочет, чтобы я умер. Ага. Мою жизнь что-то бережет. Ага. Ага. И потихонечку просто начал тем больше, больше, больше узнавать. Да, у меня полтора года выйти из жести демонической. Ага. Вот. В, ну, какие-то, какие-то, что-то, какое-то состояние нормальности. А после этого еще и состояние нормальности, понять, что Бог меня любит. Да. Отказаться от лицемерия. Ага. Сказать, нет, а я буду честным. Ага. И прыгнуть в его любовь. О. Да. У кого-то, да, моментально. Ага. У кого-то, хотя я не видел еще, чтобы моментально любовь и стабильно было. Ага. То есть сразу время на подготовку, время такое. Ага. Путь определенный. Это не духовные вещи, это душевные, человеческие вещи. Ага. Когда Дух Святой созидает понятие чести, понятие слова, понятие, ну, смысла жизни. Угу. Вот. Разные люди в разных это, ну, в разный возрасте, да, начинают себе задавать эти вопросы. Угу. Да. Вот. Но без них реально просто принять Иисуса, это бесполезно. Угу. Реально. То есть если ты, ну, тряпка, скажем так. Ага. Для тебя вот сказать, Иисус мой Господь, не будет правдой. Ну, он будет так полуправдой. Да. Это будет до первого, то есть, какого-то испытания, до первой тяжести. Ага. Ну, как люди женятся и замуж выходят. Ага. Все говорят в радости и горе, а в результате только в радости получается. Ага. Ага. Я горе так? Да. Полгодика горя, максимум полгодика и развод. Ага. Вот. И все. То есть, ну, никто не осознает даже, что это значит, да, что до конца жизни жизнь посвятит. Ага. А это душевные вещи, обычные, ну, вещи, которые формируют личность. Ага. И мы приходим к Богу, да, и первым, чем занимается душ святой реально в нас, формируют вот эти вещи, стержень. Просто личность. Да. А дальше можно писать и говорить про отношения. То есть, если девочка созрела, можно говорить про отношения с любимым. Угу. Ну, до этого просто созревание. Ага. В младенчестве нету таких отношений. То есть, да, пришел или нет. Приходя к Богу, потом созревание просто происходит, да, это факт. Ну, или сначала в мире созревание. Павел Чутко пишет, да, сначала душевное. Да. А потом духовное, которое строится на этом душе. И оно и это правильно. Без этого никуда. Обычные, простые вещи. Ну, мне кажется, об этом даже больше нужно говорить, чем об Боге. Угу. Угу. О чести. Угу. Вот такой самурайской чести. А. Ну, да. О слове, рыцарском слове. Ну, я вот, когда было у нас общение как-то с братьями, нашими священниками, общение было, то, значит, как раз там вопросы стояли, ну, очень разные. Такие насущные. И я братьям сказал, сколько у нас собралось того священников. Кстати, это тоже есть на Ютубе. Там общение священнослужителей. Еще несколько лет назад. Так вот, значит, и я сказал, что большей частью проблема даже там не как-то там догматичная или в чем-то еще административная. Чаще всего проблема вот даже воспитания нашего характера, формирования. Мы выросли в разных, говорю, культурах, разных семьях, разных традициях. Вот, допустим, вот мое раннее детство, самое раннее детство, да, оно прошло там вот, ну, татарская семья. Вот, дедушка с бабушкой, значит, у них, вот, и, хотя это как, ну, в мусульманской культуре, одним словом, прошло. Это мое раннее детство прошло. Ну, по крайней мере, перед школой и первый класс ходил я как раз там же тоже. Вот, а уже второй класс уже в России и европейскому переехали уже оттуда. И уже с татарской семьей моей я мало имел общения со второго класса своей жизни, вот, да, как бы. А так, но я Богу благодарю, что так произошло, потому что многие понятия, которые тогда уже, они были вот для меня само собой разумеющиеся, да, как бы по умолчанию. А когда переехал для моих сверстников, вот, в России, да, это был темный лес вообще. У них не было понятия такого, там, уважение к старшим, допустим, почтение какого-то. То есть у них не было такого понятия вообще. Я настолько был, ну, шокировал, культурный шок такой пережил тогда ребенком. Вот, и это незабываемый шок. Вот, и, допустим там, ну, даже вот скажу, такая маленькая такая штучка, да, замечание. У нас там, допустим, вот, ну, одногодкие братья, там, двоюродные, там, Рашид, Рафик, там, допустим, там, другие братья, там, Ренат, там, значит, там, Двоюродные, троюродные, братья мои, значит, некоторые из них на полгода, или насколько там меня старше, другие младше на полгода, допустим. И вот когда я начинаю говорить, то вот, допустим, Рашидка там на полгода, там чуть больше, там младше, он, ну, само собой понятно, он просто замолкает, потому что ему не нужно сказать будет что-то. Вот, потому что уважение к старшему, хотя мы одногодки, значит, только лишь на полгода разница, но как бы это вот настолько уже было заложено, что как бы это считалось само собой разумеющимся. Вот, что у нас там баба и собирались, допустим, дедушки, да, значит, вот, мужчины, много мужчин собиралось у нас, и я никогда не видел пьянства. Мужчины весь день, с утра до вечера, когда праздник какой-то, допустим, там, или курбантом был, или что-то еще. У нас не было религиозной семьей, но это считалось традицией, народной традицией, такая культура традиционная, татарская. Люди сидели с утра до вечера, вот, чай пили, кушали, общались, значит, все было хорошо, ну, как бы, то есть, ну, понимаете ли, совершенно другое я увидел, когда мы переехали в Россию европейскую туда, в центральную европейскую, то я увидел другую культуру совершенно, вот, где мужчины, если собирались, то они собирались только с пьянством и расходились там с мордобоем. С матюками, вообще, да, я, ну, настолько шокирован был вообще, всем этим тогда, помню. И кто-то вырос в семье, допустим, где и мама, и папа, да, кто-то вырос в семье, где только мама, допустим, да, значит, и все это нахладывает отпечаток определенный, вот, я в этом тоже убежден. Ну, в Африке, да, недавно, вот, реально, еще, еще лет семь-десять назад, да, ты бы приехал в деревню Уганды, вот, тебе бы мужчина, ну, пригласил тебя в дом, да, и мужчина отдал бы тебе свою женщину на ночь, жену. Да, это как почтение к тебе отдать свою жену, если она забеременеет от тебя, это вообще, то есть, это радость в семье, и они искренне радуются, жена искренне радовалась, из-за этого, что она забеременела от гостя. То есть, это культура просто была, понимаете, то есть, это еще до недавно, в Индонезии до сих пор Каннибалы живут, на некоторых островах. Так что, осторожно, в Индонезии. И для них это абсолютно, то есть, абсолютные вещи, ну, другие, полностью другие, нам непонятные, мы можем как-то их осуждать, но, вопрос, люди просто так живут. И Дух Святой, неважно, понимаете, в Шлемастре есть свои традиции из Сибири, в Африке есть свои, вот такие традиции из Сибири, да, у нас свои, в Европе, Америке тоже свои. Вот если ты идешь к Духу Святому, он тебя приводит к царской, как это правильно, традиции, к царскому стандарту, и он один. И неважно, ты будь ты африканец, давал свою жену, соседу и гордился этим. Или ел гостей там, туристов, затерявшихся. Или ты ел гостей вместе с женой своей и гордился этим. Но все равно Дух Святой приводит тебя, вот такие обычные, это душевные вещи, традиционные вещи, семейные какие-то ценности. Да, культурные вещи, но Дух Святой воспитывает в тебе это. В царстве совсем другие отношения. Божья культура уже. Божья культура, Божьи отношения, Божье вот это единство, и то, что на небе. Мы настолько же далеко от этого, наши культурные какие-то вещи, как и африканцы. Всем нужно пройти одинаковый путь, умирить и родиться свыше. Да, 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 независимо от того, в европейской культуре, африканской, индонезийской. И приходит Дух Святой, и не важно, будь ты... У нас может быть не едят, может быть соседи не едят так вот, но языками едят. Сто процентов. То есть, короче, всем нужно родиться свыше, короче, и переродиться вообще, и возродиться, и переродиться, и переформироваться. Вот так вот. Да, вот так вот. Это мы сейчас едем по дороге, записываю. Достал селфи-палку. Вот, по дороге едем сейчас на служение. Собрание там церкви Агапа. Вот так вот, так что, всем святым привет со Львова. Да, тоже вот, Львов здесь, конечно, не едят, там туристов, значит, там, значит, там... Кстати, не бьют русскоговорящих. Да, кстати, да, 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 вот тоже много всяких таких бывает, там, страхов, там, и вообще, там, фобий. Вот. Но всем действительно нужно перерождение духовное, это вот, потому что здесь, допустим, славит Иисуса Христа при встрече, да, говорят, за место здрасте слава Иисусу Христу. И многие в храм, вот мы сейчас шли, допустим, ехали, значит, и там люди жили, прям вереницы в селе, прям в храм на служение. То есть, для меня это так немного тоже странновато видеть, представьте, село там дружно идет в храм на служение сейчас. Да, почти все село. Почти все село, вот это да, думаю. Да, но все равно даже и выросшим в такой, как бы, ну, по нашему пониманию, наиболее максимально приближенно к христианству, да, к христианству. Вот к библейскому такому стандарту, или как называть, божьему, божьей культуре такой, все равно необходимо духовное перерождение, возрождение. Это факт. Да, и сегодня тоже Сергей Бабкина слушали, вот, тоже рекомендую, паки-паки. Понравилось очень даже. Привет, Бог! И Дэбэя. Дэбэя, 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 Дэбэу. Все про Тебе нагадую. Классно. Да, насчет, вот, реально. Отец Сергий. Приехал первый раз во Львов, думал, на небо попал, да? Слава Иисусу Христу. У меня такое было прям это чувство, прям вообще. Слава Иисусу Христу. Я прям думаю, да, чтобы я так жил. Это делает вид духовности. Это, ну, правильно? Ну, вау, все люди духовные, все люди Бога славят. А если прислушаться, более внимательно. Слава Иисусу Христу, слава Богу навеки. Ты слушай, ты, пи-пи-пи, дэббэ, пи-пи-пи, пошло-поехало. Вот это мы бываем. И после славы Иисусу Христу есть обычный русский мат. Ну, да, да. И это в норме просто, потому что слава Иисусу Христу, это лишь традиционное приветствие. Для многих. Просто часть культуры, да. Да, 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 да. На Пасху и на Рождество. Ага. И все. А, как в том анализе. И ничего не связано с внутренними переживаниями. Просто так принято. Ага. Ага. Вот принято, да, идти в храм, идти в храм. Принято говорить слава Иисусу Христу. Мы говорим слава Иисусу Христу. Вот есть конфликт между принятым, да, как бы, и реальным, реальностью Божьей. И вот, значит, как в том анекдоте, когда Брежнев там идет по Кремлю навстречу Косыгинам и говорит, на Пасху дело было. Христос воскреск для недвичь. Вот вы так уже доложили, говорит. Не, ну вот реально, потому что люди вот, да, вот действительно, как культуру воспринимают, а на самом деле это выше всякой культуры человеческой вообще. Да, это внутреннее состояние. Вот потому и мы говорим, что африканцу, который дает свою жену, у него такая культура. И у нас, которая культура слава Иисусу Христу. А вот тут нету. Вот тут абсолютно ничего нету. И нужно родиться свыше всем. И выросшим в христианских семьях, и в атеистических. Да, независимо от культуры, независимо от закону, пришла благодать и истина. Да. Независимо от того, ты слава Иисусу Христу, или независимо от того, ты сатанистом был, или язычником, и так далее. Это все независимо. Да. Будь кем хочешь, но рождаешься ты сыном своего отца, Бога. Не важно, кто твой земной отец, кто твоя земная мать. Важно то, что Бог теперь твой отец, и мать, и все, и кум, и сват, и брат, и друг, и все. Вот это новое родословие, вообще, это новая судьба, это новая жизнь, вообще, на выжитях. Дух Святой, да, Дух Святой может с твоего культурного слоя, с твоей памяти, с твоих навыков каких-то, взять вещи. Да, да, да. Он может этим воспользоваться, и он этим пользуется, но только он. Ты сам, это все бесполезно и смертоносно. Да. Просто, то есть, ты сам, почитай отца и мать свою, тоже бесполезно. Ты сам исполняй заповеди, это бесполезно. Но если Дух Святой теперь тебе начинает вести, объяснять, как это почитать, это не словами, это внутреннее просто состояние. О, вот это теперь полезно. И он берет всю твою культуру и превращает в прообразы, для того, чтобы ты научился царству. И тут тебе на пользу пойдет и твои занятия йогой, вот, десятки лет, и твои оккультные какие-то практики, и твое христианство, и твое слава Иисусу Христу. Все, полностью тут тебе во благо и пойдет. Если Дух Святой к этому прикасается, это поднимает. Но это он. Это он, это не ты от себя. Ты от себя умер. А дальше позволь ему рулить, ему воспроизведить, воспроизведить в тебе личность, да, которая, ну, образ и подобие Бога. Все у нас тень. Весь наш мир – это тень настоящего. Да. Тень настоящих отношений. Семья – это тень отношений между Христом и Церковью, да, между мной и Христом. Дети – это тень, общество, все, строй общества, монархия, демократия, да, возьми любое. Это все равно тени отображают какое-то божественное качество. Да. А природу, цветы, весна, все это, даже зима божественные качества отображает. Да, да. Если Дух Святой тебе показывает, он тебе показывает божественные качества, оно не тень. Но на примере тени. И это тебе вобла, знать вот эти все вещи. Духовно машину водить. Угу. Слиться вот с этим всем в одно. То есть ты не думаешь, да, какую передачу включить, как все. Твое восприятие теперь, вот, перспектива дороги, четыре колеса, и понимаешь, как тебе тормозить, как ориентироваться между этим. Это духовно, когда твое восприятие просто меняется. Это очень духовно. Точно так же приходит Дух Святой, и твое восприятие абсолютно меняется. Ты раньше был сам по себе, а теперь ты не сам. Ты сел за бульдозер, ты сел за такую машину. Сам поднять камень не можешь, но с помощью этой машины, которая тебя обволокла полностью. Ага. Ты поднимаешь валуны, камни, двигаешь горы, и проблем нет. Он сейчас, блин, забор Юли. Ааа. Сейчас, наверное, поднимемся. Здесь, в этом, собор Юра, да. Раньше, то есть, блин, 10 назад, это вот, вот это, ну, центр католической, вообще, в жизни Украины. Угу. Самая главная католическая церковь. Сейчас в Киев переех. Угу. И твой путь начинается, да, с пути доверия. То, что ты можешь, да, вот сначала действительно, Дух Святой созидает в тебе душевные вещи. Угу. И, да, и все обращает, да, даже негативный наш опыт жизненный, он превращает потом в позитив, чтобы мы могли тем утешением, каким у нас утешает, удешать других людей и служить вообще, и жить, побеждать. Угу. Угу. Причу расскажу. Ага. Знаете, в нашей жизни, да, настолько культура отличается от Божьей, да? С точки зрения вот нашей культуры, в яблоко, возьмем яблоко, да, ценность, это мякоть, вкусная мякоть. Ну, да. Которую можно съесть, да, насытиться, которая, ну, дает нам жизнь. Ага. Вот, энергию, сил. С Божьей точки зрения, с точки зрения даже природы, да, ценность в яблоке, да, это косточка. Да, ее семя, да. Семя. Да. Которая, в котором заложено тысячи... Жизнь. Яблок. Да, да, да. Потенциал десятков тысяч просто из целого дерева, которое будет десятки лет рождать, рождать, рождать и рождать. Да. И еще потом, поколение в поколение, это все в маленькой косточке. Да. Ценность косточка. А мякоть создана для того, чтобы сгенить. Угу. Ее предназначение реально сгенить и дать питание косточке. Да. И вот точно так же наши душевные вещи. Угу. Зачем они развиваются? Чтоб умереть. И дать питание, чтобы быть явным, хорошим прообразом. Угу. Настоящего духовного. И уже не важно, кислое яблоко или солодкое, или сладкое. Угу. Гнить ему одинаково. Ну да. На самом-то деле. Да, да, да. Хороший притч. Очень хороший. Многое разъясняет так вот. Иисус тоже, кстати, притчи говорил, не пользуясь какими-то ангельскими образами, а обычными человеческими, вот, из повседневной жизни. Вот пример очень хороший, действительно, для размышления. Да. Но сначала мякоть, да? Да. Потом формируется косточка. Да. Да. А потом мякоть начинает сгоневать, давать питание. Ну, нормальный процесс. Даже вот это про образ духовного. Угу. Все говорит о Боге. Нужно сделать подборку, знаешь, таких пророческих вещей Голливуда. Ага. А, да, кстати, да. Не знаю, не, а Голливуд пророчествует, ребят. Еще как пророчествует. И порой больше, чем церковь пророчествует. Больше, чем церковь, сто процентов. Бог сказал, изолим свой дух на каждую плоть, да, и все будут. На всякую плоть. Да, на всякую плоть и будут пророчествовать. Не только на религиозную плоть. Нет, на всякую плоть. И будут пророчествовать. Вот Голливуд пророчествует сейчас. Очень сильно пророчествует. Шоу-бизнес пророчествует. Другое дело, они сами этого не понимают пророчествовать. Ну, да, да. Да. То есть как первосвященник сказал не от себя, он сказал пророчество, что лучше одному умереть, чем весь Израиль погибнет. Это пророчество, он сказал от Бога, но сам не понимая этого. Вот так и Голливуд пророчествует. Исполняется, мы думаем, вот и залью свой дух на каждую плоть. Вот тут то же самое, ошибки, ошибки понимания, ошибки интерпретации. Я залью свой дух на каждую плоть и все будут пророчествовать. Все только религиозно. Да, 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 все верующие, все христиане. Нет, пророчество очень часто не понимает его пророчества. Мне пьяный, в Зюзю пьяный пророчествовал. А, да. Реально от Бога. Причем так, что у меня мурашки просто шли по коже. Я понимаю, это сейчас со мной, то есть Бог говорит. Но он не понимал этого. Осел пророчествовал. Да, осел даже пророчествовал в Ветхом Завете. Если в Ветхом Завете даже осел пророк был, пророчествовал, то... Да, но он не был пророком, да, он пророчествовал. Дух сошел на него. Вот сейчас дух излит. И Голливуд пророчествовал. И ослы, и все пророчества сейчас. И фильмы, понимаете, это нужно реально взять подборку таких пророческих моментов просто-просто о церкви, о жизни, о Боге. А можно жарко убавить? Это нужно в каждом году тоже. Вот. Да, классно. Кстати, хорошая тема. Все, во всем так по чуть-чуть. Ага, да, да. Вот, так что иногда, смотря боевичок, можно наседаться в Божьих, да, в откровениях, Божьих вещах. Да. И не обязательно, чтобы там буквально Бог был, значит, там слова Божьего нет. Вообще, это намного выше, чем порой представляем мы люди. Вот эта песня Сергея Бабкина, которую слушал вчера, сегодня тоже. Дэбэя. Дэбэя, 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 дэбэя. Пару месяцев, миллион просмотров. Все про дэбэя, дэбэя. Большинство не понимают, о чем вообще песенка. Но если ты с пониманием слушаешь его, он формирует тебя изнутри. Да. Не вызывает какие-то стремления, желания, да? А просто четко Бога формируют. Да, да. Внутри дают осознание, что все так просто, легко и всегда, и не нужно никуда прорываться. И что Бог, классный чувак, когда-то бебезни. Попускают тебя в религиозности просто-напросто. Так что Бог за раз лево ручей, право ручей, вообще. А никуда не убежать от его славы. Никуда. Ты едешь, да, общаешься и даже молчишь, и ты окружен его славой. Вышел на улицу, снежинка упала на нос, да? И тебя просто наполняет, потому что вот он ее создал. Закрылся, да, темно, ночь, да, глаз выколет. Боже. И не за что зацепиться глазам, только внутри чувства, что на тебе, да, во тьме. Что-то только чувство, что тебя кто-то любит очень сильно. Да. Вот. И везде, всюду. Упал, лежишь, наслаждаешься. А земля тебя держит. Да. И она пухом. Да. Да. Земля мне пухом. Царство небесное. Тогда не как пугалка такая на похоронах, а как реальность. Жития. Ну, сто процентов. Покоиться вам родные с миром. С миром, да. Царство небесное. Да. Кофе? Не, я уже попил кавы сегодня кофе. Если только попозже, после уже служения уже. Классно. Не знаю, как вы, а я тащусь. Мне просто классно. Мерить классно, молчать классно. Да. И он всегда и везде полон любви, надежды. И дарит эту надежду и силу ему всегда. Это бездонный просто источник. Ты не можешь погрустнуть надолго. Ну, чуть-чуть, может, еще можешь. Ну, да, да. Еще чуть-чуть можешь. Но каждый раз ты грустнул, как устал, знаешь. Ну, придешь и пьешь, селай. Проголодался. Идешь и вкусно кушаешь. И нет проблем. Нету недостатка. Ни душевного. Ни мысль, ну, ментального, да. Ни эмоционального состояния. Ни в чем. Есть пища для размышлений. Есть пища для чувств. Есть пища для воли. Есть пища для дел. Да. Потому что я считаю дела абсолютно продолжением моей личности. Это не что-то, вот эти все, знаешь, вот это, только поверение зависимо от дел. Ага. Или что-то еще. А если действительно дела показывают тебя. Ага. То есть по плодам можно судить. Ну, как плоды показывают дерево. Плоды показывают дерево, дела показывают тебя. И дела, это не что-то отдельное от твоей личности. Да, да. Это часть тебя. Это продолжение тебя. Какой ты, так и ты будешь поступать, такие будут дела. У тебя есть дела, так или иначе. Кстати, на приходе, вот последнем моем приходе в традиционном православии, в РПЦ, значит, там я только приехал. И, значит, и там возле, ну, между моим домом церковным, да, где я жил, значит, и храмом деревце небольшое. Такое неказисто, такое, ну, яблонька такая не очень красивая. Я думал ее спилить, честно говоря, потому что она мешает, ну, мешала с окна этому красивому обзору на храм, вот на эту площадь перед храмом, как бы, это, свинтер или как там называется. Короче, ну, там вылет, да, сохранение некое, но очень красивый вид такой вообще из окна был. Значит, и я думал спилить. Я этому, там, дичку говорю, вот я, ну, пилу принеси, мы спилим это сейчас, выкручиваем, чтобы не загораживало ничего. Он говорит, батюшка, не трогайте это деревце. А что такое? Оно же такое некрасивое вообще, такой коряка такая торчит. Вот на этой коряге, говорит, на этом деревце самые вкусные яблоки растут вообще. Вот попробуем, вот поживем, вот увидите, сами убедитесь. Я думаю, ну, ладно, посмотрим. Не стал трогать яблоню. Короче, когда дошло дело до плодов, я ахнул. Я вот, ну, вкусные яблоки есть разные, да, но это настолько была вкуснятина такая, невероятная. Вот самое некрасивое дерево, вот там, что росло, самые вкусные яблоки давало. Настолько же, аж мед прям как будто бы ешь. Я удивился, вот прям, надо же, думаю. И потом думаю, да, вот так, внешность обманчивая. А там были красивые яблони такие, красивые, но плоды так, так, сяк. Вот так, так, что бывает очень, в общем, все по-разному. Для меня наука была такая. По плодам, по плодам. По плодам, узнаете, или их собирать для стерновника виноград или срепейника. С маквисус говорил, да, помните? Ну, так вот. Не по рясе, не по крестам. Да, да, не по рясе, не по крестам. Какая ряса у тебя там, или отсутствие рясы. Да. Крест какой там, или что-то еще там, или нет отсутствия креста вообще. Не по иконам, да. Не по крестам, не по такому знамению, или там такому, или какому еще. Не по Аллилуйя. Не по Аллилуйя, да. Или Халлилуйя, или Аллилуйя. Да. Нет, только плоды. Они показывают, они проявляют. Точно так же, как дело, да, это проявление моей личности. То есть это, ну, не рука, это я. Да. Но технически это моя рука. Да. Это не я, это рука, просто рука. Вот мы, кстати, приехали уже. Вот это электрон, здесь проходит служение, да, вот в самом же, получается, электроне. Ну да. А вот и шипшина, кстати, о, знаменитая. Да, шиповник по-русски. Но здесь не шиповник продают, здесь колеса ремонтируют. И вот здесь и насчет как раз вот электрон, там служение. На каком-то этаже, не помню. Стрийска, 202. Еще, еще на диле. Вот так вот, мы уже приехали. Будем сейчас уже выходить. Да, хорошая беседа, мне понравилась, получилась такая. Дорожные беседы, я вообще люблю дорожные беседы. Мне как-то это вот особенно трогает, торкается. Ну все, с Богом, шалом. Дорожные беседы. Продолжение следует...